коллеги всем привет на связи давид резаев национальная ассоциация аукционных брокеров и проект 365 сегодня мы в славном городе тюмени у наших аукционных брокеров андрея турок и дмитрия хрупина ребята к нам пришли в июне 2019 года уже прошло два с лишним года мне лично интересно как у них развивалась жизнь путь аукционного брокера мы находимся сегодня в их прекрасном офисе в городе тюмени я знаю что ребята к нам пришли в 2019 году из инновационного отопительного бизнеса в общем но сегодня в этом интервью все по порядку присаживайтесь настраивайтесь на интервью поехали друзья привет как дела у вас как настроение хочу сделать вам комплимент у вас очень современный уютный офис и так я подготовил для вас вопросы у нас сегодня будет интервью в стиле подкаста спокойно общаемся вспоминаете самые смешные пикантные истории как бы мне это понравится итак поехали каким образом вы пришли в торги с чего все начиналось давайте поподробнее начнем с этого мы с Дмитрием вдвоем занимались инновационным оборудованием это отопительное оборудование ну так сложилось бывает зачастую в россии у нас что не сошлись взгляды не смогли работать с нашими производителями вот и вот на стороннем порядке производитель перестал выпускать продукцию ну то есть произошли какие-то изменения проблемы как отдел который продвигал их продукцию мы остались просто не удел я понял слушай а можно сразу вопрос почему слово инновационное оборудование его нет на самом деле его такого нет но это как инновационное там добавили сенсорного управления или там какие-то методы отопления дури не органический композит он применен разработан конструктором и применен на отопительном оборудовании никто не использует такую технологию теплодача у него выше чем у воды поэтому он экономичнее эффективнее как короче та компания грубо говоря пошла в банкротство и вы решили так же прийти в банкротство по сути дела да я сейчас закончу и дмитрий продолжит наверное да значит офис был проплачен пришлось сотрудников всех распустить и мы остались вдвоем в просторном офисе сидим друг на друга смотрим что делать но не в этом вообще нет это был другой офис и здесь дима предложил говорит давай пообучаемся торгам по банкротству я говорю а что это такое прикольно здесь вопрос просто не стоял все хорошо давай пообучаемся дева расскажи как-то ночью про торги я вообще на конференцию была инвестиционная мила колокола такая как раз давид выступает павел выступал как раз там нас заинтересовал но спикер очень такой яркий очень интересно рассказывал но с точки зрения двух позиций это как инвестиции входить в на можно было с инвесторской стороны да можно было также и на обучение я себе как говорится на подсознание записал мысли пока не было ну как говорится интересовался пообщался в кулуарах с павлом было интересно ну и потом когда такая ситуация случилось что мы закончили с предыдущим бизнесом я предложил да посмотрим почему нет как бы ребята просматривал интересно есть открытые источники где можно поинтересоваться о них вот ну в общем-то же интересная ситуация а я помню мы на ту конференцию даже и не хотели ехать мы туда запрыгнули в самый последний момент но даже там чуть ли не уговаривали типа выступаете должен был ехать яс и изначально да вот ну поехал мой партнер павел кухсенко супер побывали на конференции пообщались с паши в кулуарах и вот от этого момента от общения с паша в кулуарах до обучения сколько пошло времени полгода полгода здесь мы еще ждали полгода ясно хорошо и давайте сейчас поговорим про обучение что на обучение понравилось что не понравилось тоже кстати очень интересно мне как автору данного курса давайте на эту тему поговорим что понравилось что не понравилось и плюсы какие минусы фишечки какие-то практические фишечки для наших зрителей можно рассказать ну наверное скажу так что весь курс который мы проходили конечном итоге оценку можно по пятибалльной шкале поставить 5 потому что этим курсом спасибо есть информация что пользуются очень многие и тырят технологии в курсе мне очень было все понятно все разложено по полочкам на каком этапе что делать дело в том что была обратная связь были домашние задания которые нужно было делать и это не просто фикция да а их домашнее задание проявлялось то есть стоялась оценка какие то какая то ну и конечно победная стратегия твоя победная стратегия тоже и и чтобы приобрести опытным путем пройдет очень много времени не сразу придешь к этому да а возможно вообще не придешь на лизана была дана изначально уже на обучение удар что очень сложно было выполнять домашнее задание в целом нет мы еще двоем мы как бы усиленно делали поэтому мы немножко даже больше делали мы немножко на шаг вперед шли всегда и на четвертом модуле как мы и нашли интерес на первом наш лот на позже скажем вот мы на четвертом модуле из восьми мы уже как бы готовы были и входили в принципе в практику супер супер потому что к нам надо приходит тоже достаточно взрослые люди не такие начинают кривить носом какие домашние задания на чудом словом институте и так далее и так далее я считаю что практику нужно закреплять домашним заданием супер обучение понравилось давайте тогда поговорим про первые результаты я помню уже на обучение тогда не делали первые результаты вы пришли к нам обучаться в июне в июле девятнадцатого года я приехал тогда в тюмень мы тут купили объект на в форме не сделки не помню мы тоже так вот эти дни формально обстановки общаемся и вы уже тогда похвастались двумя результатами и это уже достаточно разные категории лотов это жилая недвижимость плюс это спецтехника давайте вот на этом остановимся расскажите это интересно и обязательно цифры сколько заработали потому что всех интересует профит первый лот у нас я обратил внимание пока андрей дело домашнее задание тут же уже практически практически применял и знания и начал мониторить интересную квартиру хантамансийских антамансийс просто часто посещал так как я мы переехали с хантамансийского округа я силу своей профессиональной деятельности вот там часто бывал и сразу обратил внимание на этот дом прямо самом центре рядом с правительством сразу промониторил рынок увидел что там есть зазор порядка полутора миллионов рублей там был уже зазор то есть и цена снижалась я загорелся этим объектом начал андрею его показывать доказывать очень долго мы дискуссировали ну естественно опыта не было информации по должнику тоже никакой не было то есть это был закрытый лот ну имеется ввиду что посмотри осмотреть нельзя было да поэтому и честно говоря немножко в темную заходили может быть не совсем ну правильно скажем так но рискнули решили рискнуть потому что ну и дисконт тоже на полтора миллиона зазор от рынка на квартире это в торгах прям очень хороший результат молодцы пошли несмотря на проблемы да давай о проблемах данного лота поговорим с чем потом столкнулись я знаю были сложности да у нас были сложности конкурсный управляющий был у нас челябинска вот была сложность которая мы не знали конечно нашли на авось до конкурсного управляющего сказала я уехал в отпуск и буду через месяц море с детьми первая сложность заключалась просто подписать договор и приехать начать процесс оформления собственности это первая сложность вторая сложность когда мы уже подписали все документы мы приехали сдавать документы в росреестр на регистрацию права получилось так что мы не можем попасть вместе с конкурсом не можем попасть на объект нас никто туда не пустил соответственно мы не смогли даже поговорить с должником и принять какое-то решение о выселении мы мы всегда лояльно подходим к вопросу выселение выписки потому что мы всегда входим положение должника который там находится мы идем на диалог и находим какое-то решение либо мы какое-то проплачиваем время там съемное жилье и так далее ну то есть мы открыты биологу вот мы не смогли попасть в итоге мы сдали документы уехали домой когда получили уже зарегистрированное право собственности мы еще раз туда приехали и попытались попасть опять же уже получается на наш объект и у нас нам удалось уже пообщаться с должником вот и здесь только начался процесс нашей коммуникации как мы будем взаимодействовать и так далее так далее но скажу так что на всех этапах должник не хотел уходить не понимал до конца сложность ситуации в которую он попал почему-то его консультанты проконсультировали так что объект останется у него если кто-то его не заберет но это конечно глупость вот и здесь мы все-таки пришли к какому-то решению мы дали время на освободить мы заплатили деньги за то чтобы он съехал свободно без никаких молодцом только стей и так далее то есть мы договорились отлично спокойно с чувством расстановкой договорились без судебных приставов договорились добровольно они съехали да круто так окей и в итоге срок реализации от момента покупки до реализации сколько прошло времени это четырех месяцев это отлично с учетом того что нужно было выписывать и так далее это достаточно хороший результат четыре месяца плюс полтора миллионов кассу но с расходными операциями чуть меньше указ пошло но тем не менее на инновационном бизнесе по отоплению сколько был полторах у зарабатывали я думаю долго потому что там было оборудование новое никому неизвестно и мы его только раскручивали ну вот видите хорошо супер кейс квартиры и шикарный вот это на самом деле даже один из лучших кейсов до по настоящий момент полторашечку на квартире хорошо дальше следующий интересный кейс и помню это спецтехника газон что такое интересный кейс мы же не остановились на этом продолжали обучаться вот и в поле зрения у нас попала компания 17 это изыскательная компания которая обанкротилась и у нее было имущество в виде техники в этом рассматриваю разные варианты техники но решили сильно не рисковать взять осенизаторский автомобиль это на базе газона но там была особенность газон такой круглый бочкой больше да да но особенность была этого лота в том что там отсутствовала бочка то есть он был такой и спилил до торгового пилила и и сплющила в определенный момент не досмотрела водитель и они ее просто да они ее просто убрали металлолом вот была задача прощина прочитать финансовую модель найти бочку прочитать логистику транспортировку кто установит потом покраска и так далее вот мы пытались решить такой вопрос чтобы мы полностью автомобиль продали именно таким целым комплектным а за сколько вы купили вы его купили разукомлектованно 300 300 а в итоге вот с финансовой модели мы думали думали разные варианты в итоге это вырастало за пол миллиона там и так далее транспортировка установка покраска вот а потом как-то мысли пришла давай попробуем мы забрали автомобиль выставили на авито на следующий день позвонил человек приехал и говорит а у меня бочкой сошлись сошлись наши взгляды у нас есть автомобиль у меня есть бочка но немножко поторговались он попросил цены меньше ну тем не менее мы продали в плюс супер вот это кстати вот одна из таких особенностей аукционных брокеров на старте они любят все усложнять они сразу думают там а покраски а транспортировки а улучшение так далее да нет купили протестировали спрос пошло продали как будто я за быстрые сделки за быстрые деньги супер два классных кейса квартира плюс полтора на газоне плюс сколько 70 но нормально цикл сделки не супер прикольно прикольно здесь же у нас на обучение еще появился и 3 3 кейс мы покупали квартиру которая стоила 5 миллионов чем-то 150 квадратных метров это сколько квадратный метр получается ну на выходе он получился очень дешево то есть чуть ли не там два раза дешевле рынка но за то что она большая на первом этаже мы не очень ликвидны ну тем не менее мы цену дали такую что очень интересную это же потом два месяца два с половиной цикла сделки был тоже миллион сверху мы на ней заработали это второй кейс он тоже были сложности по нему значит препятствовали в показе то есть никто не брал трубки и так далее и мы решили разработали свою хитрую стратегию ну заявку потом убирали а вот кстати давайте поговорим о проблемных законах до нашей сферы вот что вы делаете когда нету доступа к объекту как вы принимаете решение может есть какие-то креативные методы разузнавания что-то внутри и так далее какие методы используете вы на самом деле доступа самая главная задача все-таки дозвониться дражного управляющего мы здесь применить все свои способности в переговорах но есть все-таки расставить точки над и что есть закон и законам желательно следовать что нужно бы показать если конечно у комплексного управляющего тоже нет доступа и мы принимаем диалоги что нет уже оцениваем риски и рассчитываем этот объект как вчера то есть закладываете в финансовую модель некие риски и так далее супер даст там я на самом деле делать точно также класс вопрос следующий чем вам нравится профессия аукционного брокера я скажу что здесь на самом деле рынок этот набирает обороты вот то есть рынок постоянно растет вот есть четкий закон который регулирует эту деятельность и мы понимаем что здесь можно реализоваться не только то есть в том направлении которое мы реализуем здесь и т.д. который стоит миллиард и выше миллиарда мы понимаем что здесь есть поле для деятельности куда можно развиваться то есть развиваться идти находить свои моменты нюанс какие-то можно зарабатывать зарабатывать нам зарабатывать сотрудникам перспектива роста добавлю и границ нету то есть по всей россии работаем сейчас и жилую недвижимость у нас есть своя методика ну уже без дистанционного мы уже никуда не выезжаем тем более сейчас есть возможность в мфц прям пойти межрегионально зарегистрировать в общем то я не знаю что вы уезжали работать с санкт-петербург находились там около месяца и это не препятствовало вашей деятельности прикольно так хорошо раз мы начали говорить про рынок торгов давайте поговорим про рынок тюмени соседние регионы как вообще тут обстоят дела есть конкуренция нет конкуренции какие лоты тут для вас в приоритете на такую тему давайте пообщаемся ну мы сейчас вообще изначально у нас приоритет это желание недвижимости то есть вы бьете только квартиры или шатанхаусы частные дома ну вообще в первую очередь ликвид это 1 2 комнаты квартиры студии но в зависимости от дисконта рассматриваем и не ликвидные объекта то есть мы можем мы понимаем что мы можем зайти на больший срок то есть продавать 6 месяцев до грубо говоря ну чтобы у нас был нормальный диски дисконт который для нас является оптимальным а вот оптимальный для вас дисконт с торгов и по отношению к рыночной цене это какой ну здорово если 20 процентов сейчас потому что выше уже 20 20 процентов но опять-таки есть мегаполис есть большие города там уже такого дисконта ну найти сложно если опять-таки это не ликвид туда можно там однушка когда-нибудь уровне трешка на первом этаже если там да она большая то можно ну а так большие города ты 10 процентов уже ну тот же если мы рассмотрим наш регион тюмень ханты-мансийские малонезки округ там большие города сургут новый рингой 10 процентов там дальше уже очень сложно взять поэтому тюмень принципе тоже немножечко начинает сужаться иногда вот можно взять иногда накидываются очень много людей кого-то ждут выжидают у нас объектов тюмени не так много на самом деле тюменский регион он не такой богатый на банкротные дела вот все-таки благополучность региона имеет свое место но тем не менее объекты появляются я уверен если бы не диша не приносила нужный бы доход вы бы не открыли такой шикарный офис не нанимали бы людей вот кстати очень достаточно большой штат от людей в общем палацаре ребятам я хочу также сказать что ребята взяли сразу конкурентную нишу потому что самые конкурентные ниши в торгах это автомобили и это жилая недвижимость вот так что красавчики работаете в конкурентной ниши вас это получается это уровень мастерства супер поехали дальше какие вас планы по развитию своей деятельности до вас шикарный красивый офис я верю что вы не собираетесь на этом оттенавливаться расскажите коротко о ваших планах о орг структуре офиса сколько сколько человек у вас работает чем занимается поделитесь вот такими практическими фишками на данный момент у нас вместе с дмитрием семь человек это не окончательная цифра у нас мы будем разделять направление то есть это мониторинг это аналитика это реализация объекта мы эти все направления будем разделять соответственно административная деятельность то есть мы сейчас выстраиваем у себя в компании именно структуру которая позволит вам быть эффективной компанией и так стабильный доставили на эффективной компании и сейчас очень много у нас изменений буквально с ноября мы будем поделить очень много изменений которые позволят нам стать более эффективным чтобы у нас стабильно каждый месяц не время времени на что в этом месяце он заработали следующий месяц меньше чтобы это был стабильный процесс который позволяет нам зарабатывать ежемесячно стабильно и соответственно смотреть на другие направления то есть развиваться супер в таком ключе может пару тех нибудь практических фишек из вашей орг структуры скажите коллегам будет интересно как конкретно какие вы выделяете отделы у себя в компании вот как взаимодействует отделы между друг другом и тогда можно добавить то что мы сейчас у нас весь процесс поиска до реализации заключался в одном человеке то есть универсальный какой-то солдат был он и мониторил и анализировал и реализовывал и все заключал сейчас мы эти все направления разделяем и мы коммуницируем на платформе серия система метрикс то есть мы сделали описали все бизнес-процесс который у нас происходит и на каждом этапе ответственность сотрудника ведет свою воронку что из того момента до результата либо мы бракуем объекты либо мы его передаем на глубокий анализ так далее дальше ребята включаются в аналитику если мы его бракуем на этом этапе либо передаем дальше начали участвовать торгах покупаем и уже заниматься человек реализацию то есть это будет у нас 8 сотрудник который будет заниматься только реализация я понял то есть у вас есть четкое разделение есть отдел выкупа в который входит мониторщик аналитик там еще который делал запросы там и так далее и участник торгов да мы сейчас на человек тут постоянно ежедневно мониторе и делать краски запросы делать первичный анализ функция будет выделена а у вас мониторщик занимается только мониторингом или какой-то первичный анализ делает лото по каким-то критериям метражный аналитик общается и первичная модель финансовая то есть сколько по рынку объект сколько на торгах когда он это тогда не только мониторщик это уже как бы такой личный аналитик мы говорим что здесь цель какая то есть человек который сидит на первой стадии у него есть возможность обучиться и перейти во вторую стадию стадию анализа там более другая задача поэтому у него первоначальные функции аналитики они присутствуют вот и человек сам увидит что ему интересно это все и будет лучше работать хороший хороший вектор для развития хорошая хорошая структура вот у нас примерно реализована также вот но у нас как бы и штат чуть побольше но как бы модель эффективная мы у себя проверили точно как вас находят клиенты клиенты инвесторы первое это инстаграм первое это инстаграм уже такой более как бы утепляюще так скажем люди видят чем мы занимаемся мы постоянно стараемся показывать рассказывать о себе stories ежедневно то есть что мы делаем рассказываем когда покупаем если вы купили и привлекаем инвесторов мы об этом тоже говорил то есть и у нас уже есть определенный пул который наблюдают и ждут наши объекты вы что на инстаграму ребят мы естественно остальным это и ты инвест супер так инстаграм авито и в планах хорошие хорошую платформу сделали для того что можно было интересно где-то там размещать это даже не детективе такого что садитесь на звонки и делаете обзвоны по целевой аудитории там и письма не рассылаете можно скачать базу сделать коммерческое движение вызывает объект такой неоднозначный то есть просто на вид и зайти по целевому по целевой аудитории есть у нас имеем участок по которому мы допустим рассылку делается целой аудитории по базе было такое я понял супер поехали дальше давайте вспомним какие-нибудь самые такие интересные пикантные истории с за ваш вот эти два года работы не знаю может там конкурс управляющая классом скрывалась и выбирал может у вас заявку сносились электронно-торговой площадке кейтки прикольные пикантные честно говоря не знаю отнести эту историю пикантно или какое когда мы ехали к вам обучение там и ездили на семинар а была живая ехали посмотрели автомобиль к нас на следующий месяц мы ехали к вам продолжение обучения у нас как это был слет мы его выкупили на прикольную реализовали наш поездка нам 300 тысяч рублей мы приехали соответственно разместились гостиницы поехали смотреть технику посмотреть я никогда не работала на автомобиле грузовом и так далее мы приехали когда уже выбирали подписали акты поехали забирать территории мы выехали там такая сложная коробка передач сидели в этом долго но тем не менее мы забрали машинку поехали под все запрещающие знаки заехали в центр питера нашли стоянку поставили автомобиль когда мы пришли гостиницу я открою что-то за коробка передач вот я открыл youtube конечно там человек рассказывал здесь все оказывается просто на следующий день когда мы перегоняли на площадку автомобиль мы перегоняли на площадку приехали сюда нам по моему человек позвонит через месяц все есть покупатель мы продали камазе по питеру да это был класс и я сразу помню историю когда мы купили три инкассаторских авто такие бронированные такие тяжелые высокие т3 вот а я как бы ну там тоже ручная коробка передач привык на автоматах автоматика даться знаешь и тут там спустя там не знаю три пять лет нужно было вспомнить я еще такой машина тяжелая она разгоняется фиг остановишь еще на три года постояла мы как-то тоже из трех инкассаторских автомобилей по питеру тоже но было интересно да это вот моя такая пикантная история супер коллеги так да давайте тогда еще поговорим про объекты вы сейчас занимаетесь только жилыми квартирами в планах есть расширять свою продуктовую линейку какие продукты у вас будут в компании да вас будут смотреть инвестора я уверен что им будет интересно потому что в тюмени у нас подписана аудитория большая тюмень взять около тюмени в екатеринбург вы можете спокойно выходить и близлежащие города и регионы да какими лотами в планах у вас заниматься какие инвестиционные стратегии вы готовы предложить мы смотрим сейчас на коммерческую нервность коммерческую верность это наш следующий этап развития привлекаем инвестиции под выкупленные объекты то есть как работать с инвесторами сейчас потом сказать как мы работаем пожилой я думаю что по плюс-минус по коммерческой также будем работать то есть мы сначала выкупаем наверное эти мы немножко отличаемся от других брокеров которые ищут клиента на невыкупленные объекты но мы сначала выкупаем объект и только потом понятную финансовую модель мы предлагаем вместо то есть сначала вы купили за свои деньги да или выиграли еще не оплатили выиграли не оплатили выиграл не оплатили вас месяц по закону если это уже оплатить в этот момент ну как правило нас уже есть пол инвесторов которые заходит сразу если не хватает мы даем дополнительную информацию или с инвестором среднем годовых обучать готовых от 30 процентов от листи в зависимости закладил кида ну последние сделки были 25 выходила ну как говорится бывает момент что мы не гарантируем но расчетные от 30 процентов нож и были такие как вы какие гарантии даете потому что объекта оформляется на вас если вы выигрываете приходит инвестор дает вам 5 миллионов примеру какую когда эти выборы здесь индивидуальный подход скорее всего то есть мы заключаем синистом инвестиционный договор по которому он перечитает денежные средства денежные средства перечитает на расчетный счет соответственно мы эти этот платеж делаем объект соответственно перед инвестором отчитываемся но если у инвестора есть вопросы я хочу гарантии так далее то есть здесь гарантии может быть только оформление залог объекта недвижимости то есть мы отдаем залог прописано это просто есть и оформляем просто обременение качества залога если он целиком заходит пульта то есть полумесяц заходит частичному по договору инвестированию по сути на договор займа да мы это есть наши супер какая минимальная то что в коду для сегодняшний день на 100000 он 100000 рублей получается у нас забыли про объект ты задавал вопрос какие еще смотрите у нас на данный момент в активе нашим есть один дом который мы приобрели я думаю что эту категорию мы будем тоже смотреть то есть у нас стоит он на продаже мы его приобрели в садовом товариществе дом на наш взгляд очень интересный перспективных два этажа там почти 100 квадратных метров газа за все есть участок хороших и так далее это одно не рассказал про коммерческую недвижимость будет смотреть но я еще одно выделил бы еще одно направление которым мы занимались но ребята опять же заключали себе весь спектр вот этих вопросов мы еще одно направление выделим это работа по агентским схемам именно на клиента почему мы его выделим потому что тот сервис который мы давали на самом деле занимал очень много времени улега то есть мы даем полный сервис чтобы вы понимали что это не просто подать заявку то есть мы собрали документы и подали заявку нет мы полностью до перехода права собственности то есть вы купили объект на клиента мы работаем с ним до перехода права собственности когда человек получает никуда не ходит он не ходит не подает документы не снимает ареста ничего то есть мы все делаем самостоятельно вот это комплекс услуг и мы хотим это направление выделить и сделать его более качественным потому что зачастую на рынке аукционных брокеров это услуга такая согласно за 3 копейки и сам здесь будем в ответственности то есть мы хотим гарантированно клиенту давать тот сервис который клиент хочет он хочет квартиру пожалуйста это вот такой же рынок как обычный да но только мы работу делаем сами за тебя и от тебя отдаем числе супер итог занимаетесь жилой недвижимостью коммерческой недвижимостью работайте с инвесторами в по типу проектная работа в ту точка входа от 100 тысяч рублей средняя доходность от 30 процентов годовых также работаете по агентской схеме можете для человека купить это за процент как работают риэлторы в принципе да если вот так вот в сухом остатке средний процент какой у вас у нас есть определенная ставка на данный момент это быть умение 39 тысяч плюс 2 процента то есть мы даже не гонимся за той самой если это аукцион цена может вырасти в два раза то есть мы берем стартовую цену то есть 900 тысяч рублей он два процента дети сады жены цена на шаре может быть там миллион восемьсот мы не берем от миллиона восемьсот это это на самом деле ниже рынка даже мы обычно берем от 3 там до 7 процентов у вас 39 ставка плюс плюс 2 процент это вообще очень дешево еще мы забыли выменить один фактор мы еще занимаемся спецтехникой у нас есть объекты выкуплены это установки это есть техника на базе урал это есть автомобили вездеходы то есть вот такие вещи здесь тоже если клиенту интересно какой-то объект сделать анализ у нас есть допустим человек который проанализирует рынок и примет решение покупать не покупать тоже но это уже достаточно такой широкий спектр услуг как красавчики то все но парни я в принципе все что хотел узнать я узнал практические фишечки да куда вы идете какой спектр услуг мы обязательно все ваши контакты оставим по данным видео если против у меня в принципе на сегодня все у меня единственное что на путь хочу чтобы вы дали напутственное слово действующим аукционным брокером будущим аукционным брокером в общем давайте звездная минутка для будущих аукционных и действующих брокеров и действующим и будущим аукционным брокером хотелось все таки так как рынок это непростой вот хотелось бы чтобы люди которые принимают решение заходить на этот рынок все таки предоставляли качественный спектр услуг вот потому что на самом деле и так непростая сфера когда мы работаем с клиентом донести до клиента что это безопасно что мы риски все просчитываем что мы юридические аспекты все просчитываем и так далее так далее много моментов которые мы пытаемся донести до клиента и когда на этом рынке появляются недобросовестные до конца включающийся процесс брокеры соответственно репутация и наша страдает и всего сообщества аукционного тоже полностью вызывает что люди которые заходят на рынок банкротства зачастую заходят на хайп на хайп и думаю что здесь халявы здесь можно заработать здесь можно заработать но как и в любом другом деле здесь нужен системный подход здесь нужно работать чтобы заработать поэтому халявы здесь нету чтобы заработать надо трудиться но а перспектива как я говорил как мы говорили уже очень большая практически безограничных поэтому согласен действующим аукционным брокером повышайте ваш сервис качество вашей работы постоянно развивайтесь я даже даю некоторым совет что чтобы не ушли в какую-то узкую нишу это или жилая недвижка или коммерческая недвижка или отдельно какую-то прям узкую нишу к примеру буровые у статановки там деньги есть и деньги как бы не маленькие будущему аукционным брокером рекомендую присмотреться к данному рынку данный рынок растет в условиях того что в условии 20 года что была пандемия ближайшие два года данный рынок будет еще расти кто хочет стать аукционным брокером пишите мне в личные сообщения ссылка на мой аккаунт также будет под данным видео друзья мои спасибо вам за такое откровенное честное интервью спасибо за приглашение в ваш уютный офис коллеги пишите комментарии слова благодарности и респекта этим двум красавчикам они на самом деле за два года сделали колоссальный рывок в своем развитии прийти уже ну давайте тогда как окровенно в 35 в 37 лет уже как бы энергии не то чтобы начать какой-то новый свой бизнес вы да то есть взяли из себя перебороли вот и пришли в новый такой бизнес и делайте крутые результаты спасибо вам за это друзья подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии спасибо и увидимся с вами следующем подкастах пока пока